Давайте немного познакомимся. О, кто дошел. Привет. Поехали. Ай-яй, я это, пока справляюсь. Меня зовут Олег Степанов. Все, что написано на слайде, имеет ко мне отношение, но мы немножко про другое. А у меня есть одна. Не могу сказать, что это хобби. Это было бы странно называть хобби. Это специфика деятельности, связанная с такими структурами, как идеологические организации. В простонародье некоторые из них попадают в такие слова, как религия, где-то попадают в культы, где-то попадают в секты. Самая прекрасная модель бизнеса. Но потому что в отличие, к примеру, от какого-нибудь бизнеса розничной торговли, елками, носками, сантехникой, некоторые из идеологических организаций существуют столетиями, а некоторые тысячелетиями. Возникает вопрос, как так удается? И как так получается, что те, кто внизу, в самой простой стезе иерархической организации, нормально транслируют идею, нежели те, кто находится наверху. И поэтому сегодня мы немножко про это поговорим, а я бы даже поделал. Потому что нас с вами мало, а когда мало, надо общаться друг с другом и проделывать вещи. Есть две вещи очень важные. Это идея и превращение ее в идеологию. Я их сейчас буду разделять. Ситуация в том, что слово-то работа, которое к нам досталось, она досталась ровно в той форме, как на картинке. Многие люди приходят на работу, получают деньги, которых ровно хватает на то, чтобы снова прийти на работу, чтобы снова получить деньги, которых ровно снова хватит для того, чтобы прийти на работу. Цикл какой-то странный. Причем мечты-то у людей остаются. Мечты, кем я буду, как я буду. Я в детстве мечтал кем-то стать. То есть механика каких-то больших планов, стратегических целей, она остается четко. Нет, есть те, кто говорят, да не, я сделаю свой бизнес, все будет хорошо. Он делает свой бизнес, и в этот бизнес ходит как на работу, чтобы деньги теперь были и у него, и у тех, кого он нанял. Это раб только другого уровня, который обслуживает других рабов всего лишь навсего. Тут вспоминаются сразу несколько фраз. Их любят приводить в разных книжках. В одной книжке приводят пример из озряда, что приехали когда-то на Байконур, ходили по Байконуру, смотрели-смотрели в советское время, подошли к уборщице, сказали, что вы здесь делаете? Все третий и третий. Она говорит, мы здесь ракеты запускаем. И многим из бизнеса, из продаж так нравится, чтобы все так думали про бизнес. И когда приходит сотрудник устраиваться на работу, ему не говорят про то, что мы здесь ракеты запускаем. Ему скорее говорят, слушай, зарплата такая, фикс такой, процент такой, и возможно через полгода ты дорастешь до вот такого. Дай бог еще это скажут. То есть Байконур им и не пахнет. Вспоминается другой пример, когда подходят на стройку и говорят, что ты здесь делаешь? Я строю, кирпичи кладу. Второго спрашивают, а ты здесь что делаешь? Храм строю. И тоже этот пример так людям нравится, потому что все хотят, чтобы их сотрудники храм строили. Но при этом, когда руководитель приходит к своим сотрудникам, он как-то про храм ни слова, про Байконур ни минутку и вообще про идею ни слова. Максимум идеи, которые такие, прям более-менее понятные, которые я видел, которые доносит руководитель сотрудникам. Чего, какая у нас цель на этот год? Ну в этом году наша задача увеличить емкость рынка на 10%, увеличить доход на 30%, увеличить приход на пару миллиардов. Ну то есть что-то такое материальное. Маленький подвох, прям циничный подвох. Идея не может быть материальной. Именно идея, которая лежит в рамках сект, культов, идеологий. То есть никто не приходит к свидетелям ИГОВЫ. Это одни из тех, с кем мне удалось в свое время поработать. И свидетели ИГОВЫ не ходят по домам и по людям и говорят, вы знаете, есть ИГОВА, он говорит, как заработать бабла побольше. Там есть, как зарабатываются деньги. Там внутренние механики этого деления. Но суть немножко в другом. Почему я хочу об этом говорить? Я люблю этот индекс, индекс падения доверия. Потому что если все любят приводить пример, а вот в советское время мы друг другу были не просто соседи, мы были товарищи. Американцы вспоминают American Dream. То есть новозеландцы вспоминают, как у них было в свое время определенное освобождение, Маори, единение, все вот эти нюансы. У китайцев тоже свои вопросы. Но статистика видоизменений очень колоссальная. В 59-м году 56% доверия. Вплоть до того, что в некоторых странах детей отправляли по почте. Ставили штамп, садили, отправляли, люди доверяли. По нашей стране могу сказать, что была ситуация, когда мои родители знали все, кто живет в нашем доме девятиэтажном. Все подъезды, все квартиры, все знали друг друга, могли, уходя из дома, тебя оставить соседке с седьмого этажа. Вы живете на втором, и никакой было опасности. Сейчас я лично свою дочку никому не отдам. Не потому, что я параноик. Не, возможно, я параноик, но я не знаю этих людей. Я иногда слышу, что доносится из-за их стен. Или что они смотрят по вечерам. И если в 23 часа раздаются крики с заставки «Дом-2», я не отдам своего ребенка туда. Поэтому есть важный момент идеологии, интересный момент идеи и внедрение из-за помощи идеологии – это объединение людей единым смыслом. Люди сегодня любят тиражировать много страшных вещей. Давайте поубиваемся пару недель и пообсуждаем какое-то страшное событие, которое произошло и по интернету транслировалось. Я опущу его название. Давайте пообсуждаем, как где-то случилась трагедия. Давайте. Давайте пообсуждаем, что кто-то там куда-то выбирается, либо не выбирается, либо сделал вброс. Давайте. Когда нет смысла, с чем ты просыпаешься, с чем ты засыпаешь, очень легко тебе этот смысл предложить. Просто подкинуть каких-то эмоций. И ты будешь в этом вариться. А ответ на вопрос – зачем? Вот в твоей жизни в разрезе на 10 лет, 50 лет, 100 лет, 150, 200 лет – зачем? Зачем ты сейчас это делаешь, это думаешь, и ты это обсуждаешь? Вот этот вопрос пока ставьте. Давай. Есть наблюдение. Я с удовольствием расскажу то, что было в исследовании, то, что можно поднять. Просто сейчас, чтобы немножко удаляться, там есть хороший упор именно в технологизацию, в индустриализацию, в цифровое изменение, когда моя зависимость от живого человека стала очень сильно падать. Да. То есть я теперь могу общаться с машиной не живой, нежели с человеком. Да. Мне не нужны другие люди. А скоро мне не нужны будут и другие люди, типа женщин, потому что я могу одеть виртуальные очки, и там будет женщина. Она будет самая лучшая. Кто-то так делает. Собственно, видите, будущее здесь, позади меня, по факту. Да. Давайте немножко потренируемся. Смотрите. Я немного позаимствовал тут у одного товарища этот пример, но он хороший. У нас есть несколько пунктов, принципы, образ жизни, образ внешний, как человек, собственно, выглядит, некие яркие личности и некий знак, некий символ, который вы можете увидеть и сразу все понять. Просто возьмем две ярких идеи, которые с этим связаны. Христианство. Какие принципы христианства вы мне назовете? Десять заповедей. У кого-нибудь другие мнения? Десять заповедей. Да. Остал с девять. Это как кумир. Погодите, мы до него дойдем. Пока принципы. Некие запреты, которые существуют, либо наоборот предписания. Хорошо. Образ жизни. То есть мы посмотрим на человека, который прям христианин-христианин, и поймем, что вот и на него, и на другого христианина образ жизни у них одинаковый. Какой? Аскетизм. Какой-то? Страдать. Смирение. Обратная история этого же. Пост кто-то сказал. Просто сегодня пост много кто соблюдает. Похудеть, потому что хочется. Очень модная тема. Хорошо. Чуть ниже спустимся. Внешний образ. Я вот увижу христианина внешне, а пойму, что это он. Крест, еще. Если прям возьмем, христианин-христианин. Не человек, который пост соблюдает, чтобы похудеть. С женщинам не подойдет. Цвет одежды какой? Более такие монотонные, да, вот аскетизм сюда же попадает. Покрытые плечи. Ничего так, да, почему бы и нет. Кумиры. Яркие личности этой идеи. Вы понимаете, что вот они… Христос, апостолы. Христос, апостолы. Каких апостолов знаем? Ну, уже как минимум, как минимум уже почти-почти Black Star Group набрали. Знак. Что такое знак? Это какое-то некое обозначение, вы по нему увидите и понимаете все, что он за собой несет. Какой здесь знак? Крест. Окей. А, а, во, коммунизм. Принципы. Свобода, равенство, братство. Скорее, это лозунг. А вот принципы. Помните, у вас каждому по потребности, от каждого, собственно, по возможности вся. Смотрите, у вас только что в христианстве прозвучало, там, не убей, не укради. А здесь есть какие-нибудь такие же ограничения, либо предписания. Какие? Не помню я этого в коммунизме. Смотрите, есть разница. Когда мы говорим честность, это какая-то общая структура. Когда я говорю не укради, я сразу создаю некое правило. Принципы очень похожи на правила, которые не следует нарушать, либо наоборот следует соблюдать. Работа и больше. Пятилетка в три года. Сюда уже хоть как-то ложится. Все общее в коммунизме, что тоже очень важно. Вот это уже в точку. Образ жизни. Как живет коммунист? Работа. Какие серии? Ну, там, ну, все общее, да. В данном случае все мое, все твое. Ты можешь меня взять, и я не буду ничего к этому иметь намерений. Как я выгляжу как коммунист? Как минимум более-менее единообразие. Но есть ли у меня какие-то цвета, компоненты, элементы? Предпочтение красного цвета было при революции, но при коммунизме, по идее, до сих пор. Есть знак, мы сейчас до него дойдем. Кумиры. Какие у нас в коммунизме? Маркс, Энгельс, Ленин. Окей, уже знаем таких вещей. Знак. И есть более яркий символ, он в Китае до сих пор актуален. Красная звезда. Вот если кто в Китае любит покататься, там есть, можно его найти. Они до сих пор к нему все идут, либо считают, что пришли. Зачем? Зачем вся эта история? Простота и понятность. Я на любой ступени иерархии внутри определенной идеологии могу понимать, собственно, с помощью знака, что я несу, что ты несешь. С помощью внешнего облика я могу нас с тобой отличать. С помощью некого образа жизни мы понимаем, что вроде бы мыслим одинаково, а принципы позволяют соблюдать некое хорошо и плохо. У нас сейчас с вами здесь в этой аудитории у каждого свое хорошо и свое плохо. Мы с вами не очень идеологическая организация. Прямо не очень. Потому что оказавшись в одной и той же ситуации, мы поведем себя по-разному. Поэтому очень важно. Вот вчера выступал Евгений Фролов. Не знаю, рассказывали он или нет. Они по Hubbard Management System работают. Hubbard, саентологи. Тоже очень популярная идеологическая организация. Там упор идет на все. Есть своя тема по созданию этики. Этика – это ключевое, что должен знать сотрудник устраиваясь на работу. Не этика в смысле вот этой вилочкой кушаем вот этот салат, а вот этой кушаем, собственно, моллюсков. Не вот эта этика. Да, но я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди сейчас прямо убрали две буквы в конце, да иногда одну букву, и говорят, а это вот, собственно, этично, не этично. Возникает момент, что этика – это как раз то, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло в рамках моей компании, в рамках моей идеи, в рамках моей идеологии. Это фильтр, через который мы думаем. Фильтр, через который мы думаем. Не что мы должны сказать, но потому что возьмем такую же организацию, вроде бы идеологическую, типа армия, кто, и понятно, что у нас есть дама, но есть мужчина, кто когда-нибудь был в армии, один человек. Я для тебя, собственно, раскрою с тобой момент. Собственно. Ситуация какая? Там есть, скорее, правильные ответы. То есть ты не через этот фильтр думаешь, а есть правильный ответ офицеру, чтобы тебя перестали дальше допинывать. Например. То есть виноват. Или виноват и справлюсь. Или виноват будет сделано. То есть определенные ответы. Подумал ты через этот фильтр? Нет. И в многих компаниях я вижу, что, допустим, сотрудник, он предпочитает правильно ответить. Правильно снять ответственность. А есть получается так, что иногда в компании работает не человек, а лось. Лось – это человек, у которого все время в словах звучит «получилось». Получилось, сделалось, не получилось, случилось. И вот у него, вот он лось. Он где-то в эволюции подзастрял. Вот он тотальный. Это разные вещи. Вот мы на них не ориентируемся. Я произношу слово «секты», но так как у нас сегодня в государстве принято сектами назвать все, что не угодно, я немножко раскрою, что «секта» был первоначальный термин. Если вы будете копаться в интернете, в Википедии, в справочных словарях, вы найдете, когда, откуда, первоисточник появления секты. Это от латинского, да, то есть следовать, группы, любые, делившиеся, то есть объединены одной идеей. Это были юридические школы, это были какие-то школы, связанные каким-то идеей. То есть у Цицерона это было так. Как это сейчас в рамках какого-то там депутата мне не сильно имеет смысл. Есть первоисточник, есть словообразование, давайте будем использовать нашу историю и учитывать. Потому что у кого айфон? Айфон? Добро пожаловать, вы секта. И собственно, причем еще такая очень деструктивная. Из вас еще очень много денег выкачивает. Более того, айфон для вас это определенный признак, по которому можно понять. Ну, давайте так. Сколько стоит айфон? Даже те, у кого нет айфона. Вот скажи, сколько стоит айфон? 60-70, уже сказали. Сколько стоит новый Huawei? Сколько стоит новый Samsung? Сколько стоит новый ZTE? Чувствуете, да? То есть как минимум айфон уже служит неким тоже знаком, по которому можно много чего разложить. И сразу какая-то совокупность информации. Даже те, у кого нет айфона, знать, сколько он стоит. То есть некое распространение идеи тоже в этом плане есть. И поэтому тут много таких моментов. Кто смотрит и болеет футбол, любой спорт, добро пожаловать, вы тоже в этом понимании секта. Все нормально, там есть четкая идеология. Все, все хорошо. Есть важный момент. Одна из моих базовых особенностей, специфики деятельности, это нейрофизиология, это мозг. Я очень хочу с вами говорить на человеческом языке. То есть на языке человек-человек. Не могу. Не могу по той причине, что я сам не до конца человек. Ну а вы, это ваш выбор. И у меня есть три составляющие. У меня есть неокортекс, самый свеженький, который не так давно появился. Который говорит как раз-то рационально. Да, вот он какие-то суждения рациональные делает. Я даже сейчас хочу порисовать. Есть лимбическая система, это все ваши эмоции. Есть рептильный мозг, самый древний, который отвечает за ваше выживание и инстинкты. Самое интересное, что неокортекс в этом хозяйстве, вот в этом семействе, самый бесправный. Потому что если вдруг вы испытываете эмоции, неокортекс немножко затыкается, и эмоции вами берут вверх. Если вам грозит какая-то история, связанная с инстинктами, и надо бежать, плевать, что говорит неокортекс. Ноги бегут, и как бы стресс, и паника. Если вы хотите размножаться, очень хотите размножаться. Неокортекс тоже не очень рассуждает, в кого и с кем. Вы хотите размножаться. Он говорит просто, грудь, бедра, вот, бери. Красивый, бери. Хоть какие-то параметры. То есть он в этой квартире, пассажир, он вообще приехал недавно. Поэтому очень важный момент. Вот у нас неокортекс, вот лимбическая система, вот у нас по факту рептильный мозг. Вот вся эта история. Управление у нас идет вот так. То есть если что-то происходит на этом уровне, эти уже не имеют смысла. На этом уровне эти не имеют смысла. Если что-то происходит в поле рационального, ну, подумали вы недолго какую-то мысль. А дальше что? К чему это? Если мы говорим про то, что надо бы внедрять идею, превращать ее в идеологию, то не учитывать вот эти составляющие, просто кощунственно. То есть когда вы приходите и говорите, наша компания хорошая. Он говорит, хорошо, вы только что словами поговорили, а где здесь эмоциональная, либо инстинктивная составляющая? Никакой. Если вы посмотрите на многие вещи, которые сейчас мне сказали про христианство, про коммунизм, и многие другие секты мы разберем, там очень много как раз-то на уровне рептильного мозга и лимбического мозга. Там же никто не говорит и не приходит, слушайте, мы будем верить в бога Кузю. Бог Кузя это. И идет сводка из Википедии. Нет. Есть определенные механизмы, есть определенные ритуалы, есть определенные принципы, которые ты совершаешь как действия. Если их подвергать рациональному, мозг говорит, ни черта у меня не получается, нерационально. Там очень много вещей, которые завязаны на эмоциональную и инстинктивную составляющую. Поэтому мы иррациональны. Пример Гаммер Симпсон, человек, который просто живет в рациональном поле мира, вот он не думает, ему хорошо. И на самом-то деле, давайте так, кто из вас считает, что вы рациональный человек? Прекрасно. Как часто вы заглядываете в дом в холодильник? Редко? Хорошо. Как часто вы смотрите в телефон? Зачем? Планшет. Хорошо. Планшет. Пойдет. Зачем? А в этот момент в вашей жизни что происходит? Ну смотрите, вот вы сейчас сидите на стуле и все равно какая-то информация придет в планшет. И самое интересное, вы все еще будете продолжать в вашей жизни сидеть на стуле. Зачем-то это смотреть? Для того, чтобы в конце дня проверить счет и порадоваться. Так можно просто в конце дня проверить счет и порадоваться. Да. Возможно, вариант. Возможно, не ответить на вопрос, что вы здесь или по, опять же, вот и концертный или счет делать и порадоваться не так сильно. Окей. Хорошо. Сейчас я объясню, зачем я все сказал. Смотрите. Да. Вот этот курсор, да, он побежал. Есть очень важный момент. В нас есть животное. Эволюционная составляющая имеет место быть. И для того, чтобы делать что-то дальше, надо его сначала принять и с ним научиться работать. Есть такая хорошая философия Востока о том, что говорить о чем-то верхнем бессмысленно, если низ отрицается. То есть верх бессилен, если низ отрицается. Вот низ – это в данном случае ваша животная составляющая. И у нас как у животного, у нас как у тела, у нас как у организма есть четыре психические потребности. Потребность в стае. Ваша версия – это что? Да вы даже здесь сидите, сейчас в некой стае, которая может быть просто связана одной темой. Не важно. Это стая, это некая социальность, которая присутствует вместо быть. Другая потребность. Следующая. Самоидентификация. Это что? Поиск себя – это вот что-то из неокортекса, это вот уйти куда-то, время потратить. Кто я в этой стае? Вы, по крайней мере, не выглядите пока по-разному. У кого-то вон даже розовый, бесс, смотри, у меня желтый, у кого-то зеленый, у кого-то розовый. Это уже некая самоидентификация. У кого-то волосы посветлее, у кого-то потемнее, кто-то более лысоватый. Это тоже самоидентификация. Кто-то не специально лысый. Это так вышло, получилось, бывает. Потребность в жертве. Что это, ваше мнение? Нет, это ваша потребность в жертве. Да, если вы посмотрите на многие религии, они на этом очень хорошо держатся. В данном случае есть стая, и стая – это принцип продолжения. Кто-то, когда читает Докинс, эгоистичный ген, в принципе, продолжение рода, все вот эти истории. Когда говоришь, зачем тебе ребенок продолжать род. Видимо, какой-то очень древний род вы продолжаете. Тотальный, вы в нем разбираетесь. В данном случае потребность в жертве – животное. То есть, когда мы ради моей стаи отдаем, ради моей стаи я жертвую, ради моей стаи, потому что в ней есть выживание. Для меня, для моего потомства, для моего поколения, для моей информации. Рационально в этот момент сейчас вас сидит и говорит, нет, ну как бы, нет, ну точно нет, я не такой. И тут возникает момент, если вы человек, который никогда, никому, ни в чем, не помогает, сидит сам по себе и только отбирает, я скажу да. А если я найду хотя бы одного человека, в котором вы помогаете, вовлекаетесь эмоционально, временно, физически, ментально, боюсь, что вы жертвуете своими ресурсами здоровья, времени, силы, энергии, даже чтобы для вас просто пожаловались. Кому из вас никогда никто не жаловался? Ай, а это очень непродуктивно. Особенно для вас. Ну и последнее потребность в отце. Отца можно было в кавычки поставить, но я так оставлю. Что это такое? Рационально хочет называть это лидер и наставник. На самом деле это всегда, когда есть некий человек, сущность, некое существо, которому я могу ответственность за свое принятие решения отдать. В животном мире это может быть лидер стаи, это может быть до поры до времени мать, отец, самка, самец. В данном случае у нас тоже всегда из жизни потребность в отце. И что происходит? Я рождаюсь, я вылезаю из утробы, мне перерезают пуповину, мне ее завязывают, и все хорошо. Но я наблюдаю в многих компаниях и структурах, что человек до последнего ходит с этой пуповиной и ищет, кому бы присосаться. Кто бы мне сказал, а правильно я живу или неправильно? И даже если у вас есть в лексиконе слово правильно, скорее всего у вас есть потребность в отце, которую вы еще пытаетесь закрыть. Хорошо или плохо я поступаю? А хорошо так думать или плохо так думать? Тут очень хорошо укапываться не в человека, а в животное. Очень хорошо об этом пишет Конрад Лоренц в его книге «Агрессия» на самом деле, когда он говорит об инстинктах базовых. Тут вопрос даже с точки зрения, к примеру, закрытия нескольких инстинктов. Инстинкты, допустим, бегства, вопрос выживания, инстинкты агрессии. Есть ситуация, что у меня уже история с отцом, я не один, нас уже стало чуть больше, и мы одна ячейка. И передача смысла. Вот если переходим в человека, вопрос передачи смысла. Мне дают смысл, зачем я это делаю? Зачем я сюда бегу? Зачем я прихожу на эту работу? Зачем я к этому человеку иду? Это энергозаберегающая история. Мне не приходится каждый день принимать решение, что и как я делаю. То есть с точки зрения выживания я экономлю энергию и ресурсы. Есть такая... Тут в этом-то и проблема, что сидят такие люди каждый день и говорят, за что или что делать, а обратный месседж как-то вот заблокирован там Роскомнадзором, канал и не поступает. Вот такая ситуация у человека. И есть важный момент. Есть те, кто пользуется писанием, таким как Библия или многие другие трактаты, у них ответ готов. Там есть четкая этика, поведение, этика принятия решений. Ты говоришь, так написано, так мне проще, так я сэкономил. Поэтому в данном случае, чтобы вы не были постоянно в бизнесе отцом, который приходит и говорит, ты так делай, ты так делай, ты функцию отца перекладываешь в этику, единогласие. То есть мы понимаем, так хорошо, так плохо. И когда возникает даже разногласие, ты говоришь, смотри, в нашем мире с тобой так хорошо, так плохо. Эть, пыщ, пыщ. Не, назад. Да что такое? Идея и идеология. Почему я их разделяю? Смотрите. В моем понимании, в том, что я занимаюсь, чем я исследую, идеология – это когда уже есть идея. И идеология – это механизмы внедрения этой идеи и подкрепления этой идеи. То есть в основе всего лежит идея, а потом мы ее обращиваем в механизмы, которые эту идею внедряют в ваш образ жизни. Ритуалы, процессы инициации, процессы, собственно, вас благословления, либо наказывания внутри этой идеи. Но для начала нужно понять вопрос идеи. И тут начинается главный, тотальный эдс. Потому что люди эту идею пытаются найти. Яндекс, Гугл, другие люди, поисковики. Идею и смысл нельзя найти, их можно построить. И тут возникает момент, что получается мне мою идею никто кроме меня сказать не может. Начинается сложный момент. Некоторые сегодня модные люди, люди, да, говорят про такую классную штуку, как икигай. Говорят, смотрите, возьмите, возьмите, что вы любите делать, возьмите то, что нужно людям, то, за что мне платят, умею делать, и в центре получится икигай. Маленькая сложная штука. Вот это процесс, вот это додумка, вот это закрытие некой потребности, это тоже то, что я умею как процесс. То есть это то, что здесь сейчас некое процессуальное осуществление. А вопрос зачем? А смысл? А что лежит дальше? То, что может лежать в перспективе года, двух, трех, десяти, пятидесяти, двадцати, сто пятидесяти, трехсот лет, то, что может, то, о чем раньше говорили дворяне, передача родословной. Вот приведу пример, в какой семье вот реализуется что-то больше, чем икигай, и какой-то другой смысл. Есть такие хорошие семьи, о них часто говорят в телевидении, в газетах, в интернете. Одних зовут Рокфеллеры, других зовут Ротшильды. Семьи, которые совсем по-другому существуют. То есть, когда там говорят, ребенок для продолжения рода, там понятно, что такое род, и как его продолжать. Понятно, что первый ребенок будет заниматься управлением финансов, второй ребенок будет заниматься управлением людей, третий будет заниматься управлением информацией, а четвертый для обмена. У кого из вас есть дети? У кого из вас так? Нет, это их принятие решения и определенного смысла. Это вопрос, потому что они понимают, зачем им это через 50 лет, что этот ребенок должен сделать. Через 100 лет, через 150. А у нас дети как? Это же так прекрасно. Это же… Да. Ух! Идеологический коллапс. И когда тебе кто-нибудь дотошный, типа меня начинает доставать, или вот это вот молодого человека, зачем тебе ребенок, зачем тебе ребенок, зачем тебе ребенок. В какой-то момент вы так удручаетесь, сидите такие, типа… Но так надо же. И появляется другое слово – надо. То есть вы сделали это не зачем-то, а почему-то. Вопрос прошлого. Два вопроса разделяете их. Почему и зачем. Почему я что-то делаю – это вопрос прошлого. Важно очень часто включать в свою жизнь вопрос «зачем?». Вопрос будущего. Вопрос, который хоть как-то к смыслу может приблизить. Поэтому есть, к примеру, другая восточная альтернатива. Когда они говорят, если мы хотим сделать какую-то идею, стратегическую идею, мантру, японцы говорят, есть другой смысл. Есть составляющая. Наша идея должна быть такой, чтобы она была возбуждающей, вызывать мгновенный интерес. Причем этот критерий они закрывают в том, что в этой должен быть я. Мой личный опыт, мои личные эмоции, мои личные переживания. То есть опять я не могу ее найти, я могу только взять ее из своей жизни, то, что я уже прожил. Другой момент, адресная. Интересно вашу аудиторию. То есть я как минимум должен о ней говорить. Если у меня есть какая-то идея, которая где-то глубоко во мне, я не молчу, я очень хитрый стратег, очень хитрый идеолог. Никто о ней никогда не догадается. Она никак не реализуется. А струнная, то есть это не два абзаца, то есть по 350 слов каждый. Четко, ясно и понятно. Компактная, грубо говоря, опять же, многофункциональная в разных контекстах. Дома, на работе, в хобби, я могу ее применить. Я могу через этот фильтр мыслить. Я через этот фильтр могу принимать решение. А не просто так. Купит, не купит. Продаст, не продаст. Уместная, незаурядная, ясная. Как? Возникает вопрос, как? Что с этим делать? Нотка практики. Смотрите, возьмите сейчас свои тетради, блокноты, все, что есть. Вам реально немного времени понадобится. Вам не нужно сейчас ни с кем общаться. Погрузитесь в себя. Возьмите 10 ситуаций. 10 ситуаций можно больше, но лучше не меньше. Это ситуация, когда вы можете себя характеризовать, что у вас было состояние тотального счастья, стопроцентного. Вот то состояние, когда такое счастье. Потому что очень часто покупка автомобиля, вот это состояние вам не принесло. Покупка в ипотеку дома, квартиры и не в ипотеку вам этого не принесло. Ищите моменты разные. Причем возьмите даже в разрезе 7 леток. Интересные моменты по 7 лет, это разные переходы в вас в жизни. То есть 7, 14, вот после 7 берите. 7 до 14, 14-21, 21-28, 28-35 и так далее. Выпишите сейчас 10 событий, вот прямо не откладывая, которые у вас характеризовались лично ваше состояние счастья. Да. Не-не-не, просто всего 10 пока выделите. Я вижу, когда люди и в этих-то не могут 10 найти. Говорят, 2 находят, после этого грустят и такие жутко становятся. Прямо выпишите, а я скажу, что с ними дальше делать. Я вам дам вот 2 минуты. Хватит? Я верю, что хватит. Это же ваша жизнь. Не я же вам говорю, тут ты счастлив, тут ты несчастлив. Чисто ваша оценка, вашего счастья. Нет, пока просто это вам подсказка, что возможности 7-летки вам помогут. Не все взять с возраста 10 лет, когда вы увидели первую грудь, первое пиво, и все вот это первое. И это было счастье. А потом все было уже не первое, чего уж. Конечно. Я просто видел людей, которые берут все из этого возраста и говорят, там я был счастлив, а последние лет 20 я страдаю. И все, и очень грустно. Если нет слова счастья, возьмите наполненный жизнью. Потому что, видите, я не говорю слово радость. Мы можем и находясь с кем-то в схватке, быть безумно счастливым. И даже достигнув самого дна, настолько обрадаться и настолько наполненная жизнь в этот момент. И это тоже состояние счастья. У нас классическая литература почти вся посвящена как бы счастливым на самом дне, в страданиях. Это могут быть совсем любые события. Вопрос конкретного момента времени и понимания. Пока будете писать, постарайтесь найти в этом всем общую составляющую. Ваше общее именно эмоциональное состояние. Что вы чувствовали, что вы испытывали, а потом его характеризуйте буквально одним словом. Это будет ваша личная метафора вашего состояния. Хоть и бульдозер, хоть и чайка, как хотите. Это ваше некое корневое состояние. Я вас призываю эту практику, потому что дома и сделать просто. А то прилюдно, душно, свет, камеры, мотор, паника, волнение. Это очень хорошая вещь. Понимание, что меня наполняет, что меня прет. Что я буду транслировать дальше другим людям. У вас в итоге получится потом небольшой набор. С одной стороны, вот это корневое состояние. С другой стороны, это кризисные ситуации, порядка 10-15 в вашей жизни, ваш опыт. Что вы тогда испытали, а главное, какую ценность вас это сформировало. А потом возьмете несколько идей, 4-5, где вы на листочке просто отметите. Это некие идеи, концепции, которые на вас повлияли. То есть на кого-то повлияла концепция, я буду их называть, что вот у нас есть родитель, взрослый ребенок, у Эрика Берна. Одна концепция. Для кого-то повлияла концепция спиральной динамики. На кого-то повлияла концепция очень сильно, что есть, собственно, что-нибудь, допустим, из буддизма. Для кого-то это история православства. Разные концепции. И вот на самом-то деле, то, что меня видоизменяет в этой жизни, те эмоции, которые я испытываю, те ценности, которые в кризисах произошли, если мы их объединим, мы можем получить даже свою геометрическую форму моей идеи. То есть некого объединения всего этого. Что и зачем я делаю? Это вот отдельный вопрос практики, который стоит просто проделать. Лучше сфотографируйте, потом сделайте, либо напишите в фейсбуке, я вам скажу пошагово, если вдруг забыли, что там надо делать. И потом это можно адаптировать. Адаптировать с точки зрения переносить в мою жизнь и в жизнь других людей. Потому что вот эту идею надо будет еще немножко отработать. В этой идее появляется очень важный момент. Это некая концепция. И там появляется в этой концепции еще очень важная фраза. Это некая бог. Большое обещание некому герою, который этой идеей будет жить. То есть если я этой идеей буду жить, либо каждый из вас этой идеей будет жить, что я получу? То есть зачем мне этой идеей мыслить, зачем мне этой идеей вовлекаться? То есть какая, каков бог, какое большое обещание герою в христианстве? Счастливая за гроб постсмерти. Счастливая постсмерти. И поэтому понятно, что для этого надо делать определенные условия. Какое было большое обещание героя, бог, в чем был бог в коммунизме? Это у нас уже было… Там было классное не просто светлое будущее, а светлое будущее для наших потомков. И эта мысль очень много кого зажигала, самое интересное, потому что вот эта тема дети поколения имела смысл. Проблема в том, что дети рождались, на них приходил новый коммунист, говорил, слушайте, тут надо светлое будущее для ваших потомков еще построить. Потом рождались их дети, приходил следующий коммунист, который говорил, теперь давайте для ваших детей построим. А потом так получилось, что светлое будущее было построено только для определенных потомков. Перестройка 90-е, и все поехало. Зачем нам в итоге нашу идею переводить в идеологию? Именно создавать механизмы подкрепления и внедрения этой идеи, хотя бы в моей жизни и в моем окружении, в моей компании, например. Смотрите, во-первых, функция мобилизации. Люди понимают, куда и зачем они идут. Я не знаю, как у вас, но очень многих компаниях по разным уровням проходишь, людьми говоришь, ты зачем это делаешь? А ты зачем это делаешь? И так разнятся ответы даже в одном отделе. Возникает что-то не так. Окей, идем дальше. Мировоззренческая функция. То есть это некий фильтр взгляда на мир вокруг. К сожалению или к счастью, мир, он не то чтобы многолик, он одновременно всякий и никакой. Каждый из нас имеет свою с вами установку, что такое добро. Каждый из нас с вами имеет свое определение о любовь. Каждый из нас с вами имеет определение, что такое хорошо. И это нормально, пока мы с вами вместе что-то не делаем. Но когда мы начинаем с вами вместе что-то делать, у нас начинаются обиды, недомолвки, раздражение, потому что ну мы же вроде бы договорились, мы же вроде бы друг друга поняли, да ни черта вы не поняли, ничего вы не договорились. Даже когда я сказал надо сделать хорошо, для меня это, чтобы меня никто не долбал после этого, а для тебя это прям дотошно просидеть несколько суток, сделать так, чтобы прямо человек прямо на коленях сказал это самое лучшее, что я видел в этой жизни. Ну и ты, и я делаем хорошо. Только мое хорошо тебя еще раздражает. Мое вот ничего не делание. Значит хорошо? Хорошо. В этом проблема. Единый фильтр взгляда на то, что такое хорошо, что такое плохо, как вообще этот мир выглядит, кто в этом мире добрые люди, кто в этом мире злые люди, какими людьми мы работаем, с какими мы не работаем. Даже если приходят партнеры и говорят, слушайте, давайте с вами работаем, мы Газпром медиа, вот куча бабла, вы говорите, а вот вы это зачем, зачем, зачем? И вы понимаете, ваш фильтр не входит, извините, работать не будем. Материальный не является первопричиной. Если у вас есть сотрудники, либо вы сами когда-то были сотрудником, который уже получает больше 150, 200, 250, нескольких сотен тысяч, вы замечаете за собой, за ними, что деньги как-то вопросом мотивации вообще не являются. Появляются какие-то другие уровни, на которых они говорят, как в фильме было, о чем говорят мужчины, две девушки, отрадные, зачем? Ему говорят, новые больше денег, он говорит, зачем? Пропал смысл, потребность попы закрыта. Идентификационная функция. Кто мы? Мы как единая стая этой компании в этом мире. Кроме того, что мы все в красных маечках, у нас кепочка с буковкой М. Кроме этой. Кто мы? Какая позиция? Как вы можете проследить, многие секты говорят о чем? Есть мы и есть другие. Есть мы, а еще именно ты, именно ты избранный, ну твой сосед тоже избранный, человек позади вас тоже избранный, и мы все, собственно, избранные. Я не призываю вас именно такой вопрос внедрения и идеологии, именно сектантский, именно культовый. Вопрос в другом. Кто мы в отношении этого мира? Какое место мы занимаем? Что я есть? Дело в том, что многие вещи, которые вы совершаете после детства, мы совершаем лишь для одного. Получить от окружающего мира в виде людей, в виде событий, в виде каких-то реакций, что я есть. На меня наорут, я есть. Меня похвалят, я есть. Мне дадут денег, я есть. Мне не дадут денег, я тоже есть, потому что мне хотя бы сказали иди в жопу. Я хотя бы есть. А когда этого не происходит, у меня задается вопрос, а есть ли я? И вот мой мир, ответь мне. Вот я украду кошелек, о, человек за мной бежит, вот я точно есть. Я вот живу-живу с женой, думаю, вот не реагирует на меня. Пересплюсь с другим человеком, она узнает об этом, во, для нее я точно есть. Это важный момент. Он кажется такой, типа, философский, но он вас на уровне интуитивно очень часто парит, включая это в вашу голову. Интеграция. Уже ваше интегрирование в ваше общество и внутри идеи идеологии, и вне идеи идеологии. Не важно, будь это культ, секта или то, что вы называете хорошей организацией. Ну и функция социализации. То есть, а как я по этому миру двигаюсь? Это все классно, я пришел на работу. Ну да, я повышу получение по зарплате. Ну да, я получу новую должность. А моя эволюционная составляющая, что со мной произойдет? Что изменится в моей жизни? Я буду больше работать. Это понятно. Один раз прокатит, второй раз уже хуже. Я буду больше получать денег. Пару раз прокатит, третий раз хуже. Что изменится концептуально в моей жизни в нематериальном плане? А самое интересное, приходя на работу, я иногда даже и повышение материальное не понимаю, как я буду вести, какие принципы я буду соблюдать, какую этику я должен исповедовать для того, чтобы мое развитие произошло. В какой-то момент мне приходят и говорят, ты повышен. Или нет, мы вас увольняем. В какие правила я играл? В какую игру я играл? Если непонятно. И вот в идеологии очень важно, что у вас человек на разных уровнях, на разных структурах знает свой сценарий, свой маршрут. Какой миф, какую сказку, какой сценарий он должен отыграть, чтобы этот скачок совершился. И он либо его совершает, либо система его уничтожает. Как вы понимаете, в многих структурах люди в процессах инициации. Они их проходят, либо не проходят. Нет, я не призываю вас в компаниях убивать людей. Я не призываю. Скорее, это атрибут инициации, но для того, чтобы он обрезание прошел, он еще должен его заслужить. да, да. Я сейчас скажу такую штуку. Я вот пока с ней работал, наблюдал, что-то очень много идей, которые люди исповедуют, причем в идеологических организациях либо в своей жизни. График доверия вспоминаем, да. Лучше для людей не у всех. И лучше для себя даже не у всех. Самое интересное. Есть люди, которых прям прет, где даже слова «я» или «они» нет. Допустим, есть очень много людей, которые попадают в категорию гении, потом их называют террористы, саботажники, которые вообще, к примеру, убить всех из себя, допустим, за деревья, ну, например, за природу. Есть такой момент. Есть моменты, которые сейчас полностью хотят дать жизнь второй природе под названием искусственный интеллект, который, скорее всего, рано или поздно воспроизведет все, что мы видели в кино и считали в книжках. Скорее всего. Скорее всего, мы будем обслуживать именно их механизмы. Тут к моменту в том, что я бы не объединял, что у нас, всех, в нашем приближении то, что для меня является вот этим вектором за горизонтом, за 100, за 50, за 100, за 100, за 300 лет, быть единым. В едином приближении, в едином приближении, когда мы все перестанем быть именно на животном уровне, а выйдем вот на то, что пишут человек над человеческое мышление, там мы сойдемся. Но Библия говорит это после смерти. Буддизм говорит это о том, что там надо какое-то время поперерождаться, было бы неплохо. Некоторые культы говорят о том, что вообще не вариант. Тут пока расхождение инструкции. Если она появится, я поделюсь. Когда она станет единой, но я пока хочу сказать, что не навязывая, что есть единая истина. Это способ познания и взаимодействия в мире, у каждого он сейчас будет свой, будет это важно. Главное, чтобы я своим смыслом жил, а не тем, которые мне дарят каждый день. По факту вектор такой, у меня свой смысл, и мне его подарили. Я проснулся, и я мыслю, и жую тему того, что кого-то там посадили, или где-то там что-то сгорело, или у меня есть смысл, который говорит, что будет завтра, что будет послезавтра, зачем я все это делаю. Это тоже такой момент. Кто из вас хочет сделать мир лучше? Вот пока даже не углубляюсь. Оглянитесь, вас меньшинство. Я немножко к другому приведу. Зависит очень сильно от эмпирического опыта. Там видите, не зря входит опыт. Есть люди, причем, есть здесь кто-нибудь, кто домовский или сирота? У кого среди родных есть шизофреники? Это люди, которые в эту категорию с трудом попадут. У них совсем другое восприятие. А если я возьму еще людей в силу опыта работы с следственным комитетом, главным военно-следственным управлением, те, кто были на темной стороне, те, кто по-другому к людям относились, те, кто дилемму тварь, я дрожащий ли право имеющий решили, у них этот вопрос вообще не возникает. Они понимают, что это исключительно животный мир, и есть история доминации. И он доминировал, доминировал много раз и доминирует, продолжает доминировать. Вопрос, человек ли это. Поэтому в человеческом приближении мы с Сергеем сойдемся, но большинство людей вне человеческого мышления. Для этого надо сначала стать человеком. И мне для этого надо стать человеком. И многому надо стать человеком. Дайте рубильник. Давайте проведем эксперимент. Я за. Давайте. Дайте эту кнопку. Твоя проблема с табличкой лишь в одном. Очень плохое зрение. То есть я вижу, что ты двигаешь табличкой, но я не вижу, что там написано. Поэтому для меня время бесконечно. я рад. Я рад. Видишь как? Я рад. Да, смотрите. Один из механизмов моей идеи, которую вы проработаете, распишите, внедрение для меня в жизни и в вашей жизни. Это ритуалы. И как вы помните, ритуалы – это нерациональная вещь, где мы соберемся с коллегами, и мы с коллегами собираемся для того, чтобы. Не-не-не. Очень сильная работа на уровне красно-лимбического мозга и рептильного мозга. Это очень важный момент. Приведу пример. Есть одна компания, это фонд одного богатого человека, о нем сейчас много говорят. Там был очень хороший момент появления ритуала. Сначала сказали, ребята, по пятницам, вместо того, чтобы работать, мы будем сообщать друг другу, что у нас происходит в наших отделах. Ну, народ на это как это реагировал? Типа… Это была как раз рациональная информация. Что началось с рационального? Каждую пятницу в одно и то же время играл один и тот же трек. В одном и том же месте появлялись чай, печенюшки. И раз в неделю, два в неделю, с каждой новой недели люди начинали уже ожидать, что в это время загорает эта музыка, и они пойдут в это место. И в этом месте они будут делать вот это. То есть, если им сказать рационально, типа, ребята, вы будете слушать этот трек, и вы пойдете туда, не работает. Животное начало соблюдать ритуал. Слушая определенный сигнал, двигаться в определенное место, заниматься определенным делом. Есть другие ритуалы. И тут вопрос. К примеру, есть ритуалы у птиц. Как птица соблазняет птицу, или там животное соблазняет животное. У людей тоже есть ритуалы. Как они это делают? Вопрос в другом. В ваших семьях, уже устоявшихся отношениях, есть ли ритуалы? Если нет, вы легко этот брак потеряете. В нашей стране, по статистике Совета Федерации, разводов 82%. Если не у меня развод, не у вас, то, извините меня, у вас он должен состояться. Статистика. Вопрос, что я могу с этим сделать? Как минимум, ритуалы. То, что на уровне лимбического и рептильного мозга нас начинает объединять, соединять, единообразию. А главное, делает как раз-то потребности вот эти четыре психические. Стая, самоидентификация, жертва-отец, удовлетворение, инстинкты некоторые удовлетворятся. А главное, понимание, зачем, здесь людям прям напрямую давать не надо. Но, мы свою идею можем внедрять через ритуалы. Сегодня есть очень классный ритуал в компаниях. Корпоратив. Очень классный. Ритуал, на котором люди зачастую удовлетворяют потребность инстинкта размножения. И агрессии. Поораться друг на друга, проблеваться как следует, или просто поворчать в углу, потому что ты за рулем. А зачем этот ритуал? Только если сбросит напряжение. То есть, а как он внедряет эту идею? Никак. То есть, значит, мне нужно мою идею просто продумать, разложить на разные ритуалы. Более того, есть момент. Кого из вас увольняли когда-нибудь? В многих компаниях есть ритуалы. Допустим, что люди в какое-то время встают, в 12-30 идут, к примеру, кофе себе заварить, покурить, а вы такой, да не-не, я еще поработаю. Или не-не, я не курю. Если все ходят курить, а вы не ходите, скорее всего, уволят именно вас. Потому что вы вне ритуала даже этой маленькой стаи. Если вдруг вы имеете жену или мужа, и у них есть свои родственники, которые периодически какие-то соблюдают ритуалы, вы говорите, да не хочу я с твоей семьей. Эта семья начнет твоему супругу, супруге капать на мозги, потому что ты вне ритуала, ты чужой. И поэтому ритуалы есть для новобранцев компаний. Отдельные ритуалы для новобранцев и среднего менеджмента, для отдельно среднего менеджмента, отдельные ритуалы для топ-менеджмента, для управляющих, объединяющих всех. То есть это разноуровни ритуалы, которые должны быть на всех ипостасях разные. Единый корпоратив, где все вместе, или единый тренинг, где все вместе, ни черта не ритуал. потому что это вожак с невожаком вместе вся эта история это было класс другой момент по поводу ритуалов зачем они вопрос внедрения привычки кто никогда не читал книжка на крючке не помню автора или hooked по-английски очень хорошая история как внедряются привычки через услуги через продукты через товары все так далее есть триггер который внутренне либо внешнего запускает некое действие которое совершаю я за это действие получаю некое временное вознаграждение и потом сам что-то отдаю самая главная штука которая должна быть в привычках в ритуалах в процессах инициации я должен отдать и заслужить что люди получают вас деньги скажите ко мне а что он отдал а вот теперь момент очень важный осознает ли человек именно то что он заслужил эти деньги и отдал это приведу пример процесс инициации да и вопросы ритуала становления мальчика подростком подростка юноши юноша мужчиной был раньше совершенно другой это надо было заслужить хотя бы взять копию идти убить гепарда то есть ты возвращался понимали мужик сегодня что 14 лет ты получил паспорт мужик 18 лет мужик переспал мужик купил машину мужик где процесс инициации где процесс то что я отдал вот этот четвертая составляющая инвестиция в моем времяпровождение отсутствует я сейчас я азиата представляю а ну ладно короче на самом деле это вопрос просто какие триггер работаете не работают мы пытаемся дать что-то новое это через старая привычка это когда боль вызывайте эмоции не знать к этим от вызывать и любую формула дружбы так как с гилом очень хорошо составляющие этого это уже из разведки пошло дальше поехали сценарий мифы сказки вопрос как их писать инициация да и прохождение три уровня разные инициации путешествие героя главные строки которые бывают а собственно то с чем вы столкнетесь потому что люди говорят нахер это надо и вообще мы работали сюда по-другому и мы кирпичи продаем отстаньте три простые действия которые стоит сделать вот это хотя бы сфотографируйте это очень важный момент да я имею проблему как мне кажется что даже когда я делаю маленький мастер-класс там от 60 до 150 слайдов и стараясь не воды а именно по сути они все просто просто вот по этой ссылке я дам эту презентацию и вот этот доп материал потому как эту корневое состояние сделать из десяти ситуации вопрос своего состояния это состояние мы грубо говоря то что там общего этих ситуациях наше корневое состояние мы его называем для то что у меня это был некий триггер мой как я могу себе промаркировать сейчас скажу слух плохое слово победа что до плохое слово плохое слово победа у нас есть некоторые такие моменты то мое состояние манек ощущение на уровне лимбического мозга рептильного именно системы за которыми я готов гнаться и это не на категории понимания когда я понимаю что я хочу делать зачем это просто я хочу почувствовать что я хочу испытать в этой ситуации причем некоторые люди готовы именно ругаться и сраться со всеми потому что конкретно в конфликте он чувствует это состояние допустим на близкой к стане всемогущей до доминирования и упрет от этого состояния и поэтому он более примитивно его реализует он просто входит в конфликт с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой потом попадает на и того кто сильнее не испытывает это состояние это его история у кого-то другая история и для него надо посложнее получить просто мороженка не обойтись вопрос того в чем я нахожусь не зря как счастье она не в завтрашнем не счастье но в настоящем мое состояние вот это на полностью что моя жизнь в моем моменте присутствует она здесь и сейчас только у нас с вами по-разному это разные ощущения разные состояния на полностью разный уровень даже активность лимбической системы мозга и рептильных инстинктов я так чаще чтоб я я именно это состояние подтверждалось там ежедневно ежесекундно я просто сделал так наташ мы же можем туда выложить именно короче кроме презентации вот мне наташа поможет я просто выложу туда мастер-класс трехчасовой трехчасовой мастер-класс на проработку именно как выписать вот эту мою корневую идею не просто состояние а превратить ее в идею пойдет все один слайд назад вот это какая нет ритуал этого про я бы так сказал и да и нет потому что это что-то больше чем манипуляции вопрос это некая совместная деятельность совместный процесс и слива агрессии а главное подтверждение идеи суть ритуала закладывать идею и подтверждать ее да 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 остальные вопросы можно так все что мне сказали спасибо илья а Продолжение следует...